Понятно, что дартс это не олимпийский вид спорта. Скорее, это развлечение засегдатаев лондонских пабов. Оттуда оно и пошло в народ. Дима же вообще знакомится с дротиками впервые. До этого увидел пару турниров по телевизору. Поэтому как попасть в яблочко, пока не поймет. Откровенно скажем, мажет. Это нормально у меня получилось. Ну и есть и выигрыш, и два-два выигрыша, и поражение. А из видов спорта тебе какой ближе? Мне мини-футбол. Мини-футбол? Да. На какой позиции играешь? На чите. Ну и как успехи? Вот. Балахнинская паралимпиада больше похожа на семиборья. В каждой дисциплине, будь то дартс или настольный теннис, выступают одни и те же. Понятно, хотят везде успеть и все попробовать. Здесь разворачивается интеллектуальная борьба в шашках. Дмитрий Алексеев, увы, сдает фигуру за фигурой. Правда, и сам пробивается в дамки. Но это не помогает. Главное – получить удовольствие от игры. Вы его получили? Да. То, что я хотел, сегодня получил. А уж повезло, не повезло. Есть среди паралимпийцев и настоящие атлеты. Знакомьтесь, это Александр Мальков. Рельефное телосложение говорит о хорошей физической подготовке. Шесть лет назад после аварии он оказался прикованным к инвалидному креслу, но не сдается. Год назад перебрался из Коверниной и начал активно заниматься плаванием. О результатах рассказывает сам спортсмен. На Кубке России плавал первый раз в декабре, спустя два с половиной месяца после начала занятий. Потом 13-14 марта выступал на соревнованиях на первенстве Привозка федерального округа. Ну и как успехи? На четырех дистанциях занял первое место на дистанции 50 метров брас, второе место на дистанции 50 метров спина и третье место на дистанции 100 метров вольным стилем. Правда, здесь Саша приходит к финишу только вторым. От ответа на вопрос, дал ли фору другим пловцам, увиливает. Впрочем, победителя не судят. Им становится Александр Гуданов. После такого успеха говорит, что не против заняться плаванием профессионально. Я очень люблю плавать. В основном нырять люблю. Потом пересекать. Намерен теперь, может быть, в секцию записаться, чтобы выступать где-то? Ну, если пригласят, так очень буду признателен, так сказать. Балахнинская паралимпиада закончится уже сегодня веселыми стартами. Как и на любых крупных соревнованиях, участников ждет пышные церемонии и медали. Но директор ФОКа Павел Гоготов уверен, что главная победа уже достигнута. Немалое количество спортсменов, которые ежедневно сюда приходят. У нас свыше 200 человек пенсионеров посещают, а также инвалидов посещают. И плавание, и настольный теннис, и другие виды спорта, которые они по своим физическим возможностям, ну, которыми они могут заниматься. Поэтому я считаю, делить на паралимпийцев и не паралимпийцев, но, наверное, грех. Паралимпийские игры проходят раз в 4 года. В Балахне столько тянуть не намерены. Следующий турнир намечен на 2015 год. Задача максимум – расширить географию участников. Планируют пригласить спортсменов уже со всего региона. Александр Быков, Антон Ганин, Михаил Городников. Объективно. ННТВ.